Во дворце республики послание президента слушали более двух с половиной тысяч человек. Высшие должностные лица страны, депутаты и руководители государственных органов, врачи и педагоги, рабочие и аграрии, военные, представители творческих профессий, пенсионеры и молодежь, люди со всех уголков страны. В конструктивном диалоге Александра Лукашенко с народом были освещены все стороны жизни страны. О защите консолидации, об исторической памяти и народном единстве, о борьбе с коронавирусом и разработке собственной вакцины, о принципах социальной политики, миссии молодежи, об инвестициях, строительстве дорог и многом другом. Всякий раз испытываю гордость за нашу страну, за нашего президента. Знаете, наверное, сегодня в мире нету более, так скажем так, подготовленного, более любящего свою страну лидера государства, чем наш глава государства. Мы очень признательны ему за это. И, конечно, те три вопроса, которые глава государства отрисовал нашему народу, они заставляют очень серьезно задуматься о том, кто мы сегодня, куда идем, какие задачи стоят сегодня перед нами. И это говорит о том, что каждый из нас должен думать о стране. Это послание было очень яркое, эмоциональное, и оно в каких-то местах кардинально отличалось от предыдущих посланий. Оно не было какой-то инструкции, какой-то напутствием правительству или народу на предыдущие годы или пятилетку. Она, в общем-то, содержала посыл к размышлению. Почему мы исключаем нейтральный статус Белоруссии? Теперь президент сказал, что мы не стремимся к войне, мы мирные люди, но мы готовы защищать свою независимость и суверенитет с оружием в руках. И назвал две причины, по которым мы будем защищать свою независимость. Это в результате прямой агрессии на Беларусь, в результате прямой агрессии на нашего ближайшего союзника, Российскую Федерацию. Радно то, что все социальные гарантии остались на своих местах и трудовым коллективом, и многодетным семьям, уязвимым слоям населения, а также бесплатное образование, медицина. Очень важный вопрос, один освобожденный от работы день для диагностики заболеваний. Дело в том, что многие люди халатно относятся к своему здоровью, в частности, времени обычно не хватает на посещение врачей. Кроме того, возникают определенные трудности с посещением врачей в субботу и воскресенье. А здесь, если будет предложено и примется такой закон о внедрении свободного дня для прохождения диагностических исследований, это будет очень, я считаю, важным. Большое внимание в своем послании президент уделил именно молодежи. Обращаясь к молодежи, он подчеркивал, что молодежь сейчас должна опираться на то, что старшее поколение сделали для развития нашего общества, что приумножили на то, что было создано раньше. И сейчас задача молодых все это сохранить, придать стране новый импульс. Естественно, потребуется большой труд. Молодежь иногда должна проявлять даже дерзость, как сказал Александр Григорьевич, что они должны быть инициативными. Традиционно послание имеет большой общественный резонанс и становится отправной точкой для обсуждения насущных вопросов.